Ваша честь, я хотел бы сделать заявление по поводу прослушанных показаний свидетелей о моем искусстве, о своем отношении и его присутствии по его показаниям. Ваша честь, заслушав все показания, я полностью с ними не согласен. Подробно об этом мне будут готовы показания в процессе судебного разбирательства, когда будут допрошены свидетели по делу, а также, когда будут представлены доказательства социальной защиты. Сейчас хочу вкратце дать поясню. Шуликин Михаил Николаевич являлся моим близким другом на протяжении длительного времени. У него около 20 лет мы дружим, близко очень общались. Ну, на самом деле, очень близко мы общались. Я являлся свидетельствами на его свадьбе. Более того, Шуликин Михаил Николаевич доверил мне быть крестным его сыном Ивану. Это был для моей семьи очень сложный период. Конечно, на тот момент супруга моя была очень больна, тяжело больна. Такое было решение принято именно с семьей Михаила Николаевича, с целью поддержать меня, поддержать надежду и наши отношения. Я никогда Шуликин не занимался бизнесом, в том числе никогда не считал никакого покровительства последнего. Я никогда не скрывал свою дружбу с ним. Сейчас говорится о том, что мы встречались, мы общались, однако по телефону звонил тайно, скрытно. Но мы все понимаем, что если мы открыто общаемся, встречаемся, проводим листи праздник, какие-то события, то я как прокурор это понимал, как действующая прокуратура, что это может некогда скомпрометировать. Но именно по той причине, что мне нечего было скрывать, и у нас никаких коррупционных связей не было, мы себя вели именно так. Считаю, что Шуликин был вынужден мне отговорить в совершении преступления в получении от него взятых через последника Ваттанова, в предусмотренную частью 6-й ст. 990 ГК РФ. Мне известно лично, что в конце декабря 2020 года именно в отношении Шуликина было инициировано во двумя двух головных днём по признакам преступления в предусмотренном статье 160-й части 3-й части 4-й ГК РФ. По факту, якобы в совершении незаконного вывода имущества, предотвращающего муниципалитетного данного уголовного дела соединенного в одном производстве, и по указанным фактам до настоящее время продолжается предварительное следствие делом по расследованию особо влажных дел Управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовскому. В ходе расследования уголовного дела в отношении Шуликина не поставлено установлено, что в его действиях поступит состав преступления. Так как в конце 2021 года по уголовному делу Шуликина было принято решение в прекращении его уголовного преследования производства по данному делу. Именно тогда Шуликин впервые бросился в сказательстве в случае Саратов Аблокаров о его дополнительном допросе, поскольку он хотел сообщить, как я считаю, следствию, об обстоятельствах, которые до этого времени ранее никогда никому не рассказывали. Я полагаю, что это были как раз те самые обстоятельства моей непричастности к вмененному мне вмену взятки и обстоятельства вынужденного моего оговора Шуликина предварительно следствие намеренно отказано в данном порядке. 11 февраля 2022 года Шуликину было подготовлено письменное обращение на мое имя, которое передано мне через мих адвокатов. В данном обращении Шуликин фактически заявил о моем оговоре и моей непричастности к получению от него взятки через посредника Вартамы. Тогда же Шуликин обратился и с письменным ходатайством о производстве его дополнительного допроса по обстоятельствам моей непричастности к совершению преступлений в предыдущем статье 1090 частью 6-й глава Куриса Российской Федерации. Следственным органом намеренно было проигнорировано ходатайство следствия Шуликина в обращении. С аналогичным ходатайством обращался я, и мои защитники в данном следствии поступил отказ. Все было проигнорировано. После того, чтобы успокоить Шуликина, было принято решение об отмене постановления о прекращении его уголовного преследования, о чем он нам подтвердился делом в заседании, и уголовное дело, которое находится в производстве, как я считаю, и нахожу ее по-настоящему времени. Я убежден, что показания поведения Шуликина, Михаила Николаевича, в суде, есть не что иное, как выполнение своих обязательств по моему оговору за совершенное его и приучение его в уголовный преследователь. Указанное иное, кстати, полностью подтверждается ситуацией, произошедшей с заявителем Григориевым по ранее возбуждению в отношении меня дела, когда также он меня говорил, а впоследствии об этом отказался. Дальше хочу обратить внимание на содержание показаний, которые Шуликин дал в ходе договорительного следствия. Михаил Николаевич был допрошен 13 раз за 7 месяцев. Количество проверенных допросов Шуликина говорит лишь о непоследовательности и противоречивости в сообщетах и сведениях. 30 декабря 2019 года Шуликин, как он поясный судеб, был остановлен сотрудником ДПС, фактически задержанный характерными сотрудниками управления снижаемой службы в ФСБ по Саратовской области. При этом Шуликин находился на больничном в ходе 5 января 2021 года. Заболеванием коронавирусной ответственностью. К этому времени уже было известно о возбуждении в отношении его уголовных ответов. Уже после своего воздержания Шуликин Михаил Николаевич написал на меня заявление о причине уголовной ответственности. Судеб Шуликин подтвердил, что в заявлении он указал, что с декабря 2017-го, до декабря 2020-го года он передавал невзятки в общей сумме более 18 миллионов рублей за общее покровительство его деятельности, это уже говорили. При этом в заявлении отсутствовали какие-либо сведения о совершении одной действий направленных на якобы покровительство Шуликин и Михаил Николаевич, это руководитель его ритуал. В тот же день Шуликин дважды допрошен в практике свидетелем. Из показаний, которые Шуликина следили, что о ритуал созданный по его институту в 2016 году, что он, Шуликин, решил построить прощальный комплекс в 2017 году, он решил, что разрешили настоятельство в одиночку получить не может. В 2017 году обратился ко мне, якобы потребовал я одну половину в действительности о ритуала с 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, и ввод в Ахтана учредительных за общее покровительство о ритуала. Каноненко продал свою долю в получил 800 тысяч рублей. Чьи это деньги, Мэй или Вардана, он не знает. Второе. В 2017 году Шуликин дополнительно допрошен в Коксидере, в том числе сделал 2437. В ходе данного допроса Михаил Николаевич впервые упомнил об Ахте КСП, а также говорит о том, что мы про него разговаривали, и я рекомендовал ему написать возражение и попытался доказать свою позицию Ульянову. Однако он меня не просил ничего предпринимать и делать по этому акту КСП. На следующий день, 18 мая, Шуликин вновь дополнительно допрошен в качестве свидетелей, а также его показания непоследовательных правов или противоречивых. 1 апреля 2021 года Шуликин вновь дополнительно допрошен в качестве свидетелей. Он показал, что за якобы полученную мою взятку ежемесячно в 500 тысяч рублей я якобы осуществлял еще и покровительство его деятельности, как директора МОСКО РФ. Также на подавляющее количество вопросов Шуликин оказался отвечать в воспользовании права 351 Конституции Российской Федерации, поскольку, по его мнению, ответы на данные вопросы могут быть использованы против него. 14 апреля 2021 года Михаил Николаевичу вновь дополнительно допрошен в качестве свидетелей. В ходе данного допроса он изменил показания по доле Вартанова во ритуалов. В 2019 году Оголев уступил 50% во ритуал, а не Каноненко. Оголев попросил 800 тысяч рублей за половину доли в обществе. Он удержал из якобы ежемесячно передавая мне взятки 800 тысяч рублей. Также Шуликин объяснил, что я якобы вкладывал свои деньги в средства прощального конкурса во ритуалов через Вартанова, так якобы ежемесячно получаем мною взятку. Такие показания подключены по всем местам. Вместе с тем, в суде входит в допрос, что Ильич Шуликин показал, он якобы передавал через Вартанову мне взятки с июня июля 19 по декабрь в 2020 году. Общая сумма взятки более 7 миллионов рублей, но менее 8. Все якобы полученные мною взятки они пропию на строительство прощества и так далее и так далее. Кроме того, по хозяйству защиты показания Шуликена и данные в ходе переводки из С brauchбачивания были оглашены судебным осетям. Шуликин подтвердил, что действительно он давал показания, которые содержатся в указанных протоколах следственных действий, произведенных с его участием. Следователи именно с его слов записывали данные показания. Он лично ознакомился со всеми протоколами следственных действий, произведенных с его участием. При этом никаких заявлений и заявлений не поступилось. Более того, во всех данных следственных действиях принимали участие адвоката Михаила Николаевича, в которых также никаких замечаний и заявлений не поступило. Однако за все время проведения предварительного следствия, по моему уголовному делу, как пояснил Михаил Николаевич, он постоянно что-то вспоминал новое. При этом он подтвердил, что фактически неоднократно на предварительном следствии говорил неправду. Таким образом, Шелекин Михаил Николаевич в предварительном следствии неоднократно существенно менял свои показания относительно отхода якобы совершенного любого преступления. Общая сумма якобы передаваемых неузъяток, временного периода передаваемых неузъяток, источника денежных следств, наших взаимоотношений и участия в деятельности либо вдоль его ритуала. Из показаний следствия Шелекина явно видно, что от его показаний приспосабливаются, либо их намеренно приспосабливают складывающие в следственную ситуацию. Последствия выдвижения противоречивых следствий, а также наводящих вопросов со стороны следствия. Это в совокупных следствиях купить объективное несостоятельность. Я действительно, в действительности я никогда не получал от Шелекина взятки. Так никогда не совершал никакого покровительства от Шелекина Михаила Николаевича. УОО ритуал и МОСП ритуал. Я не имею никакого отношения к преступлению в предыдущей части 619-го главного труда с Российской Федерацией. Движитель Шелекин своими показаниями по казанному высшему церкву выполняет договорённые, связанные с обвинением я в совершённых действиях, которые я в действительности не совершал. Более подробные пояснения по несогласию с судебным необвинениям, в том числе и с показаниями Николаевича Шелекина, разучающими в суде судебного заседания, сегодня я озвучу, когда будут давать показания своей судьбе. Сейчас прошу близких протоколов судебного заседания моих пояснений и данные действия в предыдущем году.